Все, что может распространяться цифровым образом, будет распространяться цифровым образом. А контент, в общем случае, игры, тем более, сейчас очень хорошо подходит под этот тест. И второе, это то, что все, что будет распространяться цифровым образом через какое-то время, будет распространяться бесплатно. И, совместив эти два тенниса в один, мы получаем, что все, что может распространяться цифровым образом, будет распространяться бесплатно. Иными словами, все игры, которые мы делаем, через некоторое время будут бесплатными. И несмотря на то, что этот тезис кажется немножко сумасшедшим, но мы же опять же пытались его доносить, и еще будем продолжать его доносить, основная идея заключается в том, чтобы зарабатывать с миллиона пользователей по доллару, чем даже со 100 тысяч по 10 долларов. И эта модель, она очень понятна, как только вы вставите на эту позицию. Потому что, по большому счету, удивительное качество того, что мы делаем, это способность его легкого тиражирования. И то, что мы пренебрегали этой способностью выставлять ценник 50 долларов на Западе, или 15 долларов, или 20 долларов в России сейчас в последнее время уже, на то, что мы делаем, во многом ограничено эту аудиторию. А мы же все хотим, испугаем все здесь присутствующие, заинтересованы в том, чтобы игры стали мейнстримом. Но чтобы они действительно стали, нужно отбросить весь страх, отбросить всю неуверенность, и сделать некие вещи, которые никто до этого не делал. Но, естественно, осознанно, потому что разрабатываем, мы изучаем весь опыт, и корейских моделей, и китайских моделей. Тем не менее, то, что мы хотим сделать, мы хотим сделать национальный проект, который получит максимально широкую аудиторию, которая будет бесплатно распространяться. А потом, с помощью дополнительных услуг, находить какие-то способы монетизации этой аудитории, которая построена. И в связи с тем, что она огромная, денег, которые нужно собрать с каждого конечного пользователя, оно очень небольшое количество. В общем, вот это тем, как бы, базовые идеи, которые лежали в нашей голове с точки зрения бизнеса. Теперь я с вами передам слово и расскажу, тоже немножко поучаствую, в освещении того, каким же креативным решением мы приходили, и почему этот проект делается для русского рынка, и почему он здесь будет максимально популярным. Продолжение следует...